Михаил Шейтерман, политолог и писатель с нами на связи. Михаил, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы у вас спросить. Евгений Гришковец, драматург. В свое время, да, уже в этом году, в 2023-м, несмотря на вот эти запреты, о которых мы сейчас говорили, он считает, это его точка зрения, что русские, как он говорит, все-таки найдут способ читать книги, а не их пересказ. Это так он отреагировал, назвал глупостью запрет на издание в России современной иностранной литературы. Но все же, как вы считаете, россияне, по вашему мнению, сейчас уже чувствуют избыток все-таки нехватки той литературы, которую бы они хотели прочитать, узнать? Либо же, скажем так, ну, скажем, для российско-нынешнего потребителя вообще не стоит этой проблемы? Да, есть такая проблема, на самом деле. Смотрите, Евгений Гришковец, он, во-первых, на стороне зла, как мы помним, он пропагандистом стал, он там встречается с мобилизованными проводителями встречи и так далее, поэтому он для нас плохой пример. Хороший пример для нас, ну, например, писатель такой, как я, например. Вот когда-то еще сильно до вот этой всей горячей стадии, когда я издавал свои книги, то есть такое самоиздатовское практически издательство Ридера в России, в Екатеринбурге, ну, то есть ты сам все делаешь, сам все издаешь, они просто расставляют по магазинам. И вот уже во время войны мою книгу «Эффект летучей мыши» запретили в России, запретили за пропаганду ЛГБТ, вот, причем совершенно непонятно, значит, пропаганда ЛГБТ заключается в том, что одна из глав называется «Эмусексуалисты хуже коммунистов». «Эмусексуалисты хуже коммунистов», то есть не лучше, а хуже, да, непонятно совсем, в чем тут пропаганда. И вообще это была цитата из президента Польши Анжи Дуды, который сказал это во время предвыборного митинга. Вот, так что, да, вот мою книгу, мне с тех пор пишут очень многие с вопросом, где купить мою книгу, а я честно отвечаю, что нигде. Вот, тем более, что проверкой книг занимается сейчас искусственный интеллект на этот предмет. И вот буквально позавчера, когда искусственный интеллект, как вы знаете, пытались ограничить международные эксперты, искусственный интеллект обнаружил мою аудиокнигу, где какие-то есть высказывания, прогнозы по ограничению искусственного интеллекта, он ее тоже запретил на территории Российской Федерации. Поэтому, да, россияне не имеют доступа к книгам и лично ко мне уже жалуются о них. Вот прям есть такой факт. Ну, что важно, я вот, кстати, зашел на сайт, Москва называется, Moscowbooks.ru, это не реклама, если что, для наших зрителей просто, знаете, ознакомливаться, интересоваться нужно, что происходит с книжным рынком, и сказать, что я восхищен просто убогостью, это ничего не сказать, потому что, например, книжка «Торт от Ябеды Корябеды», это название, если что серьезно, вряд ли каким-то образом духовно обогатит читателя, могут так, собственно, сказать. На самом деле, литература – это очень удобная вещь, тем более в руках пропагандистов, в руках такого режима, который засел сейчас на территории Российской Федерации, этот инструмент может использоваться в любую вообще сторону, как угодно на самом деле. Но используется ли он так, как должен был, по идее, как вы считаете, здесь и сейчас, исходя из, наверное, меньшей популярности вообще литературы как таковой, чем, к примеру, того же банального телеграмма, не знаю, Ютуба, в социальных сетях в целом? Литературу очень трудно использовать как пропаганду, как оружие пропаганды, очень трудно. Я не скажу, что невозможно, но это очень ограничено. Не зря Ленин говорил, что важнейшим искусством для нас является кино. Когда он говорил «для нас», он не имел в виду население страны, он имел в виду для большевиков, потому что именно через кино можно распространять свою пропаганду. Кино действительно гораздо более эффективно, чем любая литература. Ленин говорил так про газеты, он говорил «газеты» – это коллективный агитатор и организатор, и про кино, что это важнейший искусство. Про книги он такого никогда не говорил, хотя, как мы сами понимаем, он их читал и даже писал, но не считал их пропагандой. Значит, в Российской Федерации в год всего, вот, например, на их самом большом сайте, где продаются книги, более миллиона названий, более миллиона. Каждый год в России до войны издавалось более 100 тысяч новых наименований книг. Ну, представьтесь, да, это 100 тысяч – это я очень скромная оценка. Я думаю, что там может и миллион быть, но 100 тысяч точно не видно так. Так, осторожно скажем, да, представьте себе вот это количество – 100 тысяч книг. Поэтому, чтобы какая-то книга стала культовой вообще, чтобы она попала, стала многотиражной, чтобы люди ей увлеклись – ну, это проблема, проблема большая. Недаром даже там какой-нибудь Гитлер написал «Майн кампф». Все знают, какие основные тезисы Гитлера в его войне, но мало кто читал «Майн кампф», практически никто, кстати, я думаю, из немцев тоже. В советское время все видели плакаты с надписями, и плакат был страшным оружием пропаганды, но кто же читал книгу «Брежнево, малая земляник», кто же ее по-настоящему не читал. Вот ведь какая проблема, потому что в чем тут дуализм? В том, что либо человек интеллектуал, тогда он читает книги добровольно, но на интеллектуала нельзя воздействовать пропагандой, невозможно, потому что интеллектуал, у него есть база, и он нанизывает новые знания на базу из старых, и ему пропаганду в голову не запихнуть. А человек, который не интеллектуал, он не читает книг, и поэтому ты как-то в него запихнешь это, ничего не запихнешь. Тот, на кого действует пропаганда, тот не читает книги. Тот, кто читает книги, на него не действует пропаганда. Все очень просто. Михаил, как вы объясняете, возможно, себе вот такую потребность в тех же более-менее известных военкорах, которые они проявляют довольно часто, издаваться в том числе, писать свои книги, мемуары. Почти, ну, не у всех нельзя, наверное, так в абсолют всех возводить, но у многих вот этих журналистов особого назначения есть какая-то книжонка за спиной, которую они с пафосом предлагают своим читателям в телеграм-каналах. Ну, во-первых, это вряд ли, если вы посмотрите на реальные тиражи прочитывания этих книг, то они близки к нулю, и, кстати, про это уже писали. Были какие-то данные такие обрывочные, из России понятно, что правдивых данных не получится, но какие-то обрывочные были. О том, что показывали вот эти главные полки книжных магазинов, то есть первые такие на входе, которые стоят на кассах, что они полны исключительно вот этими книгами пропагандистов. Например, книга Рогозина «На западном фронте без перемен», по-моему, она называется, а, да, «На западном фронте без перемен», только через «С», «без», а не «без перемен», и было сказано, что у нее тираж там оказался, там, 200 экземпляров, что ли, проданной этой книги. То есть она никому не нужна. А почему людей тянет писать книги, но человек, когда добивается определенного успеха, по крайней мере того, что он считает успехом, это я по себе знаю, да, когда человек добивается того, что он считает успехом, ему кажется, что он самый умный, и тогда он считает, что прямо очень важно сейчас написать, все это будет очень важно, срочно хочется прямо донести это святое знание. Ну, например, вот эти пропагандисты достигли успеха, они видят себя по телевизору, они каждый день по телевизору. Значит, они самые главные, они должны рассказать всем про вот это вот, что они там сделали. И потом, с удивлением, они обнаруживают, что это вообще никому не интересно, все их тайные знания никому не нужны. Но это же обнаруживаешь уже потом, после того, как первую книгу написал и издал. Но это естественное свойство человека, так думать, когда он достиг успеха, что он теперь всесилен и всезнающий. Михаил, спасибо вам огромное за анализ. Ждем вас также в эфире Freedom, уже с другими темами будем обсуждать их. Михаил Шейтелеман, напомню, с нами был на связи, политтехнолог и писатель.